Один мужчина попал в ад. Только он оказался в аду, к нему подбегают черти, схватили его за руки. И пытаются, скажем, уже тащить куда-то в зону, где можно пытать, там макать масло. И он видит, там, скажем, страшные вещи происходят, кого-то на дыбу поднимают, кого-то макают в раскаленное масло. В общем, жуть, настоящий ад. Вот он говорит, ребята, слушайте, дайте мне минут 10, я осмотрюсь, погляжу, что здесь происходит, и тогда делайте со мной что хотите, жарьте, парьте, скажем, режьте, пытайте, все что угодно. Они говорят, ну вот хорошо, 10 минут у тебя есть, ты смело можешь осмотреться, и тогда мы за тебя возьмемся. Мужчина говорит, хорошо, пошел, как бы осматривается, видит кого-то, макает в смолу, в кипящее масло, тут жутко орет, кого-то на дыбу поднимает, кого-то режут, пилют, ну просто кошмар, дым стоит, огонь горит. Вдруг он видит, скажем, рядом в стране, сидят группа мужчин, у них такой пластмассовый столик, зонтик Кока-Кола, искусственное солнце. И они пьют пиво. Мужчина очень сильно удивился, думает, как же так, это же ад, подходит к ним, говорит, ребята, слушайте, а можно я с вами посижу и пиво выпью? Они говорят, да не вопрос, пожалуйста, садись, все как бы будет хорошо, налили ему пиво, он выпил, говорит, а можно я закурю? Они говорят, пожалуйста, можно. Он закурил. А можно мне в облу? Они говорят, на, в облу, пожалуйста. Он такой совершенно удивленный, говорит, слушайте, а можно я еще водки сюда добавлю сверху? Они говорят, да, пожалуйста, наливай. Он выпил водки и сверху пиво, говорит, ребята, слушайте, это вообще ад или нет? Они говорят, да, это ад. Он говорит, а вот это показывают на зону, где пытают, жгут людей, макают смолу. Они говорят, это тоже ад, но только для тех, кто верит. Доброго дня вам. Доброго дня. Продолжение следует...